Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами секретами, как йога может заменить кофе, придать бодрость, наполнить силами, без нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Первое упражнение – приседания. Стопы на ширине таза параллельны друг другу. Вытяните руки перед собой. Вдох, выдох, приседаем, уводя таз назад. Вдох, вверх, выдох. И продолжаем. Нам нужно задействовать крупные массивы мышц. В ногах содержится большая часть мышц в теле. И когда мы ходим пешком, приседаем, тогда мы заставляем кровь интенсивно двигаться по телу. Следующее упражнение – вращение руками. Начинаем вперед в своем темпе. Это упражнение усиливает приток крови головному мозгу. И если вы устали после встреч, совещаний или к концу дня нет сил, то это упражнение вам придаст бодрости. Чувствуете, как двигаются плечи, лопатки. Снимается нагрузка сердца. Руки поставьте у груди. На вдохе руки выбрасываем вверх. На выдохе локти падают вниз. Если у вас высокое давление или сердечные заболевания, пожалуйста, выполняйте аккуратно, медленно. И при первых же признаках недомогания прекращайте. Уши между средними и указательными пальцами. И начинаем так интенсивненько тереть себя. Это упражнение очень хорошо бодрит, когда на вас наполдает сонливость после обеда. Следующее упражнение – дыхательное. Называется капалабхати – сияющий череп. Оно освобождает ум от посторонних мыслей, которые сжигают у нас львиную часть жизненной энергии. Противопоказания у этого упражнения – высокое давление и сердечные заболевания. На выдохе живот идет внутрь, пупок – позвоночнику. Резкие выдохи, как будто бы вы соринку из носа выдыхаете. Для того, чтобы взбодриться, вставайте почаще. Проходите в течение дня, чтобы выпить стакан воды. Это тоже придает сил. Делайте эти упражнения и будьте в ресурсе. Хорошего дня!